Привет, друзья! Рубрика «Стедикам Академия» и сегодня мы начнем с азов. Азы – это балансировка стедикама, настройка и балансировка стедикама. Стедикамы механические, все в общем принципиально друг на друга похожи. Либо это самодельный, либо это китаец, либо это тифон, неважно. Они принципиально работают все одинаково. И вот сегодня я начну с того, без чего вы не обойдетесь – балансировка стедикама. Почему это важно? Потому что как вы его сбалансируете, так по сути вы и отработаете. Даже если вы чувак опытный и вы хорошо владеете стедиком, но несбалансированный стедик не даст вам работать нормально. И где-то только вы начнете закручиваться, сразу уйдет горизонт и так далее. Будет куча вот таких вот нюансов. Поэтому балансировка стедикама – это то, к чему нужно отнестись внимательно. И даже если уже смена началась, уже кричат стедикам, стедикам на площадку – не торопитесь, сбалансируйте его, потому что во время первого же кадра у вас могут вылезти какие-нибудь бока. Итак, друзья мои, давайте начнем балансировку механического стедикама. Первое – след или консоль. Это основная часть стедика, на которую навешивается все, в общем-то, все остальное. То, без чего вы не обойдетесь – это монитор. Монитор у меня лежит в отдельном кейсе, и я его каждый раз снимаю и прикручиваю. Разобранный стедикам. Почему вообще мы его разбираем? Потому что, как минимум, он занимает меньше места. Этот стедик, который я сейчас собираю, это кастомный стедикам. Он сделан, в общем, руками, но он сделан очень неплохо, поэтому вот на его примере я вам все и покажу. Этот стедик старый, он отработал уже, ой, сколько-сколько лет, но, тем не менее, он еще в строю. Батарейка. Кроме того, что является питанием для вашего стедика и, возможно, для камеры, она еще и является противовесом. Батареи вешаются сзади, и у вас их может быть как одна, так две, три еще снизу. В общем, вариантов, сколько батареи вешать, достаточно много. У меня здесь две площадки. Одна – V-Mount, вторая – Anton Bauer. Честно говоря, Bayer я уже давно не использую, но, тем не менее, есть пару телеканалов, которые до сих пор живут на Anton Bauer, и я эту площадку до сих пор не снял. Но, тем не менее, своими я пользуюсь обычными V-Mount. Есть вариант еще крепления снизу еще одной платформы, площадки под батарею. Она является тоже и утяжелителем. Итак, батарейку повесили, повесили монитор. На этом первая часть сборки стедика закончена. Дальше вам нужно уравновесить вперед и зад. Вам нужно уравновесить вот это вот дело все. После того уже вы будете вешать камеру. Итак, начнем. Вот так. Бросаете на площадку и смотрите, что куда сыпется. Монитор падает вперед, соответственно, выдвигаем назад батареечку. Ну, либо задвигаем монитор вперед. Все. Вот сейчас ваш стедикам в нуле. То есть, когда его не валит ни вперед, ни назад. Это нужно делать до того, как вы камеру поставите, потому что это нулевой баланс самого стедикама. Если вы это не сделаете, то потом на динамическом балансе у вас будет его уводить. Посему первая часть балансировки – это нижняя часть. Зажимаем все. После этого здесь мы уже крутить ничего не будем. Все остальное балансируется уже сверху. Здесь мы закончили. Нижнюю часть можно зажимать намертво. Ну, а на стедике, естественно, все зажимается намертво, потому что у вас на нем висит камера, которая стоит достаточно много денег. Соответственно, отвалиться у вас ничего не имеет права никакого. Есть такое дело. Дальше. Дальше запитываем нижнюю часть. Она уже у нас может быть подсобрана. Питание я сейчас, чтобы не крутиться, просто все напрямую. Все кабеля сейчас буду бросать напрямую. Чтобы дальше собирать стедик, вам нужно ставить площадку под камеру. Но для этого вам нужна сначала камера, потому что мы должны найти центр тяжести у площадки и у камеры. Нам в этом поможет вот такой вот старенький динозаврик. В общем-то, он уже отслужил, но сегодня еще поможет нам. Это еще девишка, девикам. Первонаперво мы находим центр тяжести. Окей, где-то здесь. То есть мы площадку вешаем, чтобы центр у нас был вот по центру тяжести камеры. Итак, площадку зажимаем тоже достаточно плотненько. У нас болтаться ничего не должно. Но если вы где-то что-то не дожмете, у вас будет люфт. Когда вы побежите, у вас пройдет какая-нибудь вибрация. Поэтому зажимайте все от души. Так, площадка есть. И давайте сейчас уже попробуем накинуть камеру. Все, камеру мы поставили. Вот теперь уже мы начинаем балансировать стедикам. И начнем мы с того, что мы его сейчас удлиним. Мы сделаем его длиннее, а потом подкоротим. То есть нам сейчас проще будет немножко вот так. Переворачиваем площадочку на балансировку. И первая балансировка. То есть мы сейчас должны понять вообще, насколько у нас все плохо или хорошо. Примерно делаем дроп тайм. То есть нам надо сейчас хотя бы плюс-минус выставить сначала дроп тайм. Но мы его потом будем уже ровнять. Все, есть. Примерно сделали. Дальше. Основной момент соосность. Мы должны проверить, чтобы у нас площадка мониторная и камера находились в одной плоскости. Соосность важная штука, чтобы у вас не было вертолета на ваших поворотах. Если вы соосность не выставите, будет не очень-то хорошо. Так. Давайте я сейчас поверну немножко, чтобы вам виднее было. Вот так, думаю, видно будет. Итак, первое, что мы смотрим, это соосность. Чтобы у нас площадь, плоскость камеры и стедика были параллельны. Вы смотрите это дело на глаз. Вот я сейчас думаю, даже вам сейчас видно, что это в одной плоскости стоит. Если вы это сделали, выставляйте сейчас. С какого начинать? Перед-зад или право-лево? В общем, все равно. Выставляйте сначала, например, давайте вперед-зад выставим. Если камера валится назад, ее нужно по площадке сдвигать вперед. Сдвигаем ее по площадке вперед. Много. Есть. Смотрите, камера не валится. То есть мы сейчас переходим к следующему. Мы сейчас право-лево балансируем. Камера сыпется вправо. Валится вправо, значит, вы сдвигаете площадку влево. То есть вы все как бы в обратную сторону. Камера валится вправо. Площадку двигаем влево. Наверное, много уже. Да, много. Перекрутил. Чуть-чуть право валится. Значит, чуть-чуть. Влево. Вот так я перекрутил. Вот это вот тончить, в общем-то, можно до бесконечности. Но наша задача, чтобы у нас ничего никуда не сыпалось. Поэтому выставляйте все надежненько и скурпулезно. Скурпулезно. По регламенту на балансировку стедикаму отводилось до 40 минут в кино. Как у вас на площадке будет, не знаю. Но ваши законные полчаса всегда можете себе требовать. Если вы знаете, что вам нужно больше времени, приезжайте раньше. Я приезжаю обычно на площадку за час до готовности. То есть готовность там на 9, я приезжаю в 8 часов. И я требую, чтобы за полчаса минимум у меня была камера. Если мне дают ее позже, то, в общем-то, да, уже с меня взятки гладкие. Потому что, да, я могу быстрее. Но, опять же, всегда вы должны учитывать, что могут быть куча нюансов. Окей. Смотрите, когда у нас баланс статический готов, во-первых, еще проверяйте вот такой момент. Когда вы ставите вертикаль, понятное, поставьте камерку в диагональ. И вы можете дотончить. Вот сейчас вот мы видим, что у нас вперед чуть-чуть перевешен. Вот в диагонали можно тоже немножко вперед-зад подрегулировать. Ну, тут совсем уже граммулечку, потому что это уже очень тонкая настройка. И не забывайте проверять ее в горизонте. Вот я сейчас перекрутил горизонт уже. Так, есть. Есть. Все. Статический баланс у нас готов. Стедик сейчас сбалансирован. Теперь мы выставляем дроп тайм. Дроп тайм – это время падения стедика от горизонта до горизонта. Раз и два и три. Вот смотрите, чуть-чуть меньше трех секунд. По стандарту это время три секунды. Я себе делаю всегда две, а то и две с половиной секунды. Ну, нет, две – это крайне редко. Две с половиной секунды. То есть вот сейчас мой дроп тайм примерно есть. Это мое время падения. Еще раз пробуем. Давайте вам так виднее будет. Раз и два и три. В общем-то, я доволен. Это мое время падения. Следующий момент. Динамический баланс. Здесь мне немножко сложно, потому что на этой балансировочной площадке динамический баланс сделать сложно. Но, тем не менее, можно попробовать ее сделать, наклонив это дело. Все, ух, держите крепко. Что такое динамический баланс? Когда вы крутите камеру, она должна не уходить никуда вертолетом. Для этого нужна длинная площадка. Если ваша площадка вот такой вот длины, вам не даст провернуться монитор-батарейка. Соответственно, не знаю, сейчас попробую. Нет, наверное, не покажу я вам сейчас динамический баланс, потому что нужно достаточно много места. Ну, давайте попробуем. Вот это вот динамический баланс. Вы можете раскручивать стедик до любой скорости. Основное, чтобы вы видели, что его не вертолетит. Ну, это я сейчас рукой его сбил. Еще один момент. Его надо раскрутить достаточно ровно. Ну, я сейчас вижу, что его не вертолетит. Если вы видите, что у вас начинает расходиться низ и вверх, он начинает крутиться как-то вот так вот, это значит, нарушен ваш... Ой. Если вы видите, что он начинает расходиться, куда-то уходить, значит, у вас низ плохо сбалансирован. Потому что изначально низ надо было сбалансировать. Нулевой баланс, он нужен для динамического баланса. Потому что вверх потом вы делаете абсолютно ровненько. Окей, стедик сейчас собран. Нам надо подключить еще монитор только к камере. И мы готовы будем снимать. Дальше подключаем камеру к монику. В принципе, можно это делать тоже до начала балансировки. Потому что по минимуму, но кабло вам тоже немножко вес даст. Я сейчас его напрямую брошу, чтобы не подключаться через след. Эпик на стедике иногда помогают в самых неожиданных ситуациях. Как вот, например, такая вот. Включаем камерку, включаем монитор. Так, камеру мы подключили. В общем, можно одеваться. Когда вы полностью сбалансировали стедикам, следующие две части это подгонка жилета и регулировка руки. Натяга руки. Про подгонку жилета рассказывать не буду. Вам просто должно быть в нем удобно. Жилеты, опять же, все разные. Мой вот такой. Он выглядит как каркасник. У Тиффона жилеты без спины. Но мне они меньше нравятся. Потому что когда каркасный жилет, он поддерживает тебе немножко больше поясницу и больше зажимает тебя. Мне каркасные жилеты больше нравятся. Регулировка руки. В больших тяжелых стедикамах рука чаще всего двухколенная. В маленьких дешевых для фотоаппарата китайцах у вас, в принципе, может быть и одно колено. Но в профессиональных стедиках всегда два колена. Регулируются они отдельно. И как их регулировать, вы поймете опытным путем. Вот сейчас они у меня неравномерно отрегулированы. Первое колено у меня немножко мягче. Второе колено чуть жестче. Пробуйте разные варианты и вы поймете. Это настолько тонкий нюанс, что я даже не буду рассказывать. Вы попробуйте и почувствуете, насколько вам так удобно или так. Итак, сейчас мы пробуем регулировку руки. Ну, в общем, меня это устраивает. У вас, во-первых, по высоте камера должна быть где-то в районе подбородка или глаз. Я чаще ставлю немножко не по глазам, а по подбородку. Почему? Потому что вы, когда работаете в павильоне со светом, чаще всего свет низкий. И вот, чтобы вы не бросали тень, хотя бы вот эти вот пару сантиметров я немножко для себя ворую. Поэтому по оптике я ставлю по подбородку. Но не забывайте, по подбородку не вашему, а по подбородку объекта съемки. Посему, если вы двухметровый парень, то выжимайте камеру ниже. Ну и так далее. То есть, в общем-то, меня сейчас натяг руки устраивает. Дальше. Теперь проверимся, как вообще все сбалансировано. Когда вы не держите стедик и трогаетесь плавно, он должен начинать стартовать без завала. Ну, мне нравится. По стедику все хорошо. Следующий момент. Проверьте, сделайте вот такие вот достаточно резкие переброски. Если у вас низ не уходит, значит у вас с балансом все хорошо. Попробуйте все варианты возможные, которые вам придется. Резкая остановка, переброска. То, что вы будете сегодня использовать в работе. Попробуйте перед началом. Вам будет более понятно, с чем, ну скажем, какие бока могут вылезти. Пускай они вылезут сейчас, когда вы пробуете это все. А не на съемочной площадке. Следующий момент. По креплению в высоте. На большинстве стедиков жилет тоже, крепление руки регулируется. Вы можете поднять выше, поднять ниже. Во-первых, от вашего роста и роста объекта съемки. Если вам нужно держать камеру выше, вы не будете держать ее на руках. Вам нужно просто поднять ее по жилету. Если ниже, то просто освободить по руке, ну и, естественно, загнать в самый низ. Поэтому регулировка по жилету, это по съемке уже, а не по удобству. По задаче съемочной. В общем, наверное, по настройке стедикама сегодня все. Как ходить со стедикамом? Я сделаю отдельное видео, потому что это отдельный видос. Как правильно ходить со стедикамом? Настройка, думаю, что все понятно. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментах, я обязательно отвечу. Стедики разные, но, по сути, они одинаково настраиваются. Принцип настройки, дроп тайм, падение. У вас должно быть все одинаково. Ваш стед должен быть легким в управлении. И вот сейчас я на стативе его делал, и у меня так же будет и здесь. Понимаете? Вот у Тиффона, например, рука регулируется прямо на операторы. Ну и так далее. Вот куча разных нюансов. Ну, в общем, задавайте ваши вопросы. Все, что было непонятно, пишите в комментах. С удовольствием вам отвечу. С вами был Сергей Блинов. С стедикамщик Сергей Блинов на канале Видеозон.xl. И до встречи, ребят. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!